Здравствуйте! На канале ФКТ Время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Трибуна Сочи-автодрома названа именем Виталия Петрова. Российский гонщик сегодня сделал рядом с ней несколько кругов. Организаторы матча «Россия-Бельгия» рекомендуют болельщикам прибыть за три часа до начала игры и оставить машины дома. И мусор, и чистота отдела рук жителей. Вопрос санитарного состояния дворов подняли на сходе граждан микрорайона Донской. Бывшие наркоманы помогли задержать сбытчиков дурмана. Закладчики успели продать в Сочи полтысячи доз. Никаких протестных маршей, только конструктивный диалог. За это единогласно проголосовали фермеры края. В Ленинградском районе прошел 28-й съезд крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов. Участие в нем принял губернатор Вениамин Кондратьев. На съезде глава региона принял решение продлить льготный выкуп земель. Какие еще вопросы обсуждались на съезде фермеров, расскажут наши краснодарские коллеги. Что посеешь, то и пожнешь. Для фермера Александра Шипулина из Ленинградского района это не поговорка, а бизнес-модель. У себя на участке крестьянин, которому далеко до масштабов холдингов, сумел создать полный цикл производства. На пашнях засевает пшеницу, на собственной мельнице получает муку, из которой здесь же производят макароны. Натуральный продукт расходится в детские сады и среди местных жителей. Вениамин Кондратьев, который приехал сегодня в Ленинградский район, уверен, за такими фермами будущее. Тут кроме муки и воды ничего нет, никаких красителей, улучшителей, ничего не применяем. Лучшего бренда, чем написано из отборных сортов кубанской пшеницы. В Москве, если бы у нас была полная возможность в целом по нашей стране ее продавать, то очереди бы стояли. А сегодня надо к этому стремиться. Но я уверен, что объединившись, фермеры многое смогут, намного больше, чем сегодня. Но фермеры должны стать сильнее. А это только союз, это только кооператив, это только объединение фермеров позволит сегодня им смело заходить на рынок и на рынке оставаться. И быть там устойчивыми. Вот это очень важно. Говорить о жизни на селе продолжили за чашкой чая дома у фермера Шипулина. Он познакомил губернатора с семьей. Типичные крестьяне, все выросли на земле. Хозяйством теперь занимается сын. Такие династии еще раз доказывают. Фермерство на Кубани не только бизнес, это образ жизни, который необходимо сохранить. Я уже предложил этот закон. Давайте внесем, если агрохолдинг владеет всей землей вокруг населенного пункта, или вокруг поселения, и земля находится агрохолдинг, то надо с федеральным законом предоставить социальную ответственность агрохолдинга за все социальные и культурные объекты, которые находятся в этом муниципальном поселении. И в том числе процент работающего населения обязан агрохолдинг эти рабочие места предоставить. 4 миллиона сегодня жителей края живет в сельской местности. 4 миллиона. И как, взять, бросить на производство судьбы, что ли, или прятаться за какими-то там большими идеями? Вот это и есть преступление. Вот и все. Мы вас поддерживаем в этом. Таких хозяйств, как у Шипулиных, в крае 14,5 тысяч. Их принято называть мелкими, однако в руках фермеров больше миллиона гектаров земли. Треть всей пахотной площади в регионе. И тут как с мудростью провинник. Если пруд один, его легко сломать. А вот все вместе не получится. Чтобы мотивировать крестьян создавать кооперативы, губернатор на съезде фермеров дал поручение Минсельхозу увеличить субсидии для таких объединений. А председатель Союза молодых фермеров Кубани попросил Вениамина Кондратьева помочь с кредитованием кооперативных хозяйств. Мы сейчас говорим везде, что нужно кооперативы развивать. Ни один банк не имеет программы работы с кооперативами. Давайте привлечем местные банки. Они оперативнее отреагируют на это. Мы не просим от них субсидий или подачи. Они также будут зарабатывать деньги. Фермер потенциально тоже инвестор. Мы когда не видим собственных инвесторов или считаем, что недостаточные, это потому что плохо смотрим. Мы сейчас гоняемся за большими инвестициями, большими инвесторами. А вот здесь своих не замечаем. Вот здесь мы должны фермерам помочь. С точки зрения того, чтобы вот этот кооператив кредит явно получил. И под хороший процент. Я еще раз подчеркиваю. Поэтому это будет реальная уже работа департамента инвестиций. Реальная. Только уже не там где-то, а конкретно вот здесь. Вопросов у тех, кто работает на земле, накопилось немало. Предложения губернатору по поддержке крестьян передают записками из зала, кто посмелее озвучивает лично. Мы кормим сегодня детские сады. Ну, это не так все просто, как мы думали. За этот 7-месячный период мы испытываем очень большие трудности. Все-таки нам нужны какие-то приоритетные гарантии в этом направлении. Глава муниципальных образований, я думаю, все равно посыл вы услышали. По Устабинскому 100% на контроль возьмем. Вот Андрей Николаевич сидит. А по другим муниципальным образованиям, вот имейте в виду, если у вас сегодня есть кооператив, и фермеры организовались, объединились, и по большому счету идут нам навстречу, только потому что, на самом деле, они сами будут сыты и еще рядом с собой накормят. Это наши губанские фермеры. Давайте им тоже идти навстречу. Поддержка крестьян в числе основных задач, стоящих перед руководством края. В этом году фермерские хозяйства получат полтора миллиарда рублей. Кроме этого, Вениамин Кондратьев принял решение продлить сроки для льготного выкупа земли. Вы просили меня вернуться к льготной системе выкупа земли. У нас 1 января закончился льготный период. Давайте продлим ее до 1 января следующего года. Семьба должна обрести хозяина. И тогда основных государств, края, муниципальных властей уже не будет никаких манипуляций и спекуляций вокруг этой земли. Станьте собственниками земли и, поверьте, это уже гарантия того, что ваша семья, дети, внуки и последующие поколения, я уверен, будут сыты. На съезде говорили и о тракторном марше, когда несколько фермеров, преследуя личные интересы, призывали крестьян бросить работу в полях и отправиться с митингом в Москву. Селяне, которые входят в Ассоциацию крестьянских хозяйств Кубани, сегодня однозначно выразили свое отношение к протестам. И вот эти все марши, вот эти все дела, их надо прекращать, потому что просто стыдно уже доходить до таких ситуаций. Я считаю, что не надо митинговать, а решать проблему путем диалога. Фермеры единогласно проголосовали против митингов. По словам аграриев, настоящий крестьянин не станет тратить топливо на попытки добраться в столицу на тракторе. Вместо этого выйдет в поле, чтобы вырастить новый урожай. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Ленинградский район. Краснодарский край попал в десятку лидеров в стране по развитию делового климата. Об этом сегодня рассказал бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с Вениамином Кондратьевым. Кубань сегодня один из самых привлекательных регионов для предпринимателей. Во многом это за счет созданных условий для комфортного ведения бизнеса, отметил Титов. Мы видим, что развивается промышленность. Это уж не говоря о сельском хозяйстве, которое давало очень серьезный рост в прошлом году. По отношению к средним темпам роста в России, край почти в два раза превысил эти темпы роста в ВВП. И мы считаем, что это в основном происходит благодаря тому, что сегодня бизнес чувствует себя в крае уверенно. Сегодня у нас работают бизнес-инкубаторы в крае, и мы сегодня максимально пытаемся их развивать, потому что молодые более чувствуют сегодня рынок. Они понимают способы, механизмы, как сегодня можно ворваться в рынок, как можно закрепиться в этом рынке, конечно. Поэтому бизнес-инкубаторы – это та площадка, где они могут начать свои стартапы для того, чтобы на самом деле начать движение в большой бизнес. Кроме того, мы сегодня повышаем правовую грамотность малого и среднего бизнеса. Это очень важно, потому что сегодня малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права, в том числе и перед контролирующими органами. И сегодня для нас очень важно, чтобы они могли понимать, какие законы их защищают, и такие законы вообще есть. По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, при том, что в целом по стране наоборот отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут этот показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий. На случай автодроме теперь две трибуны, названные в честь гонщика «Формулы-1». Напомню, в 2014-м свои зрительские места получил пилот, представляющий команду «Торо-Россу» Данил Квята. Сегодня трибуна, находящаяся, пожалуй, в самом зрелищном месте, получила имя бронзового призера Гран-при Австралии Виталия Петрова. Появление Виталия Петрова на гоночной трассе, как всегда, не прошло бесследно. Следы резины от мощного «Мерседеса» пилот оставил как раз напротив трибуны своего имени. Эти зрительские места находятся на одном из самых зрелищных поворотов гоночного трека, что, безусловно, радует первого российского гонщика в истории «Формулы-1». Я невероятно благодарен организаторам «Формулы-1» ВТБ Гран-при России за оказанную честь и уважение. Это действительно большое значение в моей жизни. И, конечно, эта трибуна – одна из самых интересных трибун. Она находится в самом интересном месте, и я уверен, что она будет забита до отказа. Представьте, что все 20 пилотов на скорости 345 км в час будут разгоняться именно по этой прямой. И все 20 пилотов постараются заехать именно вот в этот поворот. И на протяжении всей гонки – это единственная длинная прямая, где и будут все обгоны. Трибуна Т-2, теперь носящая имя Виталия Петрова, рассчитана на 7 тысяч зрительских мест. Билеты на них уходят, как горячие пирожки, ведь любители королевских гонок и приходят сюда за яркими эмоциями. Кроме того, трибуна расположена около центральной площади Олимпийского парка, где во время заезда «Формулы-1» расположится зона отдыха и развлечений. Что же касается самого российского гонщика, то сейчас он готовится к очередным стартам. Каким и где они пройдут показы с завесой тайны, о них официально объявят через несколько недель. И судя по прощальному с прессой заезду по Сочи-автодрому, Виталий Петров уже в предвкушении. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ Организаторы футбольного матча «Россия-Бельгия» рекомендуют болельщикам прибыть в Олимпийский парк за 3-4 часа до начала игры. Об этом сегодня первый заместитель главы города сказал на специальной пресс-конференции. Речь на встрече с журналистами шла о транспортной логистике на время матча. Мы рекомендуем, чтобы планировали время таким образом, чтобы прибыть заблаговременно на стадион. Ориентировочно мы называем 3 часа. Почему заранее еще? Потому что будет также тестироваться и так называемая зона контроля болельщиков. Мы будем получать первый опыт по конкретному стадиону, насколько долго это будет происходить. Власти города рекомендуют гостям футбольного праздника сделать выбор в пользу общественного транспорта, автобусов и электричек. Так, в день матча автобусы до Олимпийского парка будут ходить с интервалом всего в 5-6 минут, а последний отъедет из парка в час ночи. Будет увеличено до 14 пар и количество ласточек. Помогать ориентироваться на территории парка болельщикам будут волонтеры около 300 на улице, еще 200 внутри стадиона. Ну а личный автомобиль, отмечают организаторы, может доставить только лишний хлопот его владельцу. Количество парковок ограничено, в усиленном режиме будут работать эвакуаторы. Что касается матча, он начнется в 19 часов, а до него пройдет небольшая церемония открытия стадиона Фишт, который с 28 марта станет футбольным. Завтра в нашей стране будет отмечаться годовщина воссоединения Крыма с Россией. Три года назад, по итогам проведенного на полуострове референдума, Крым вместе с Севастополем официально вошел в состав Российской Федерации. Референдум в Крыму состоялся 16 марта 2014 года. Более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России. А уже 21 марта Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Также глава государства подписал федеральный закон об образовании в нашей стране новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Три года назад отмечать это историческое событие вышли на улицы крымских городов едва ли не все жители полуострова. Теперь эту дату отмечают ежегодно, в том числе и в нашем городе. Кстати, курорты Крыма и Сочи связывают не только туристические потоки. В прошлом году городские собрания Сочи и Феодосии подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ должен способствовать укреплению связей между муниципалитетами, а также деловых, культурных и общественных связей. Делится Олимпийская столица и опытом работы в курортной сфере, управлении инфраструктурой и секретами продвижения курорта. Не так давно администрация Сочи принимала у себя руководителей муниципалитетов Крыма. А скоро наладится и туристический обмен. Между Сочи и Севастополем начнет ходить девятипалубный круизный лайнер. В первое плавание по Черноморскому маршруту он отправится в мае. Мероприятия, посвященные трехлетней годовщине присоединения Крыма, пройдут во многих городах. В Сочи праздничный митинг-концерт «Мы вместе» состоится на площади Южного Мола Сочинского морского порта. В программе выступления творческих коллективов и военно-патриотических молодежных клубов. Начало в 12 часов. Вход свободный. Продолжаем. И мусор, и чистота – дело рук жителей. Вопрос санитарного состояния дворов подняли накануне на сходе граждан микрорайона Донской. Его провел глава города Анатолий Пахомов. В начале недели мэр уже побывал здесь с проверкой. Обход ряда улиц Тимирязева, Гранатный, Чехова оставил у мэра двоякое впечатление. Во всяком случае, сразу было понятно, где жильцы и управляющие компании равнодушны к своим территориям, а где душа болит за свой дворик. Вот дом номер 58 на улице Донской, как образец и пример бережного хозяйствования и правильно выстроенных отношений с управляющей компанией. Тариф небольшой – 9 рублей 40 копеек за квадратный метр. Дворник у нас очень хороший. С нашим директором нашей управляющей компании Натальей Геннадьевной Танких не забалуешь. Слесаря у нас работают очень хорошо. По первому вызову сразу приходят. Не говорят через неделю, через два, через три. Заявку дал. Они тут же как бы стараются в течение часа, а не здесь. Ну, если не аварийная ситуация, конечно. Тогда уже моментально приходят. Вот, все делают. Ну, значит, они нам, вот по двору в частности, они нам очень много помогают. А такой необычный дворик обустроен силами самих жильцов. Со скульптурами, яркими цветниками, красивой субтропической растительностью и даже специальным домиком для кошек. Приходят сюда на прогулку с детьми жителей соседних домов пока только полюбоваться, а перенять опыт не помешало бы, говорит на встрече с жителями микрорайона Анатолий Пахомов. Жители, неужели вы же сами хотите жить в чистом городе? Вы же сами хотите, чтобы ваши подъезды были комфортные, красивые? Проведенный в понедельник обход вскрыл проблему халатного отношения к тому, куда надо выбрасывать мусор. Поэтому он здесь повсюду. Что движет людьми и почему они не доносят его до мусорных баков, понять сложно. А убирать все равно придется. Глава города порекомендовал управляющим компаниям поделить все территории поровну. И чтобы у каждой из них был ответственный, который будет следить за порядком в этом районе. Тогда и легче выявить нарушителей санитарных норм. Речь шла на сходе и о безопасности жителей. Не везде есть во дворах пожарные гидранты, а их отсутствие мешает пожарным быстро справиться с огнем. Позже надзора дано задание составить карту нынешнего состояния придомовок территории, где сложно подъехать пожарной машине и где отсутствует система пожаротушения. Еще одна тема, которая заслуживает специального обсуждения, это страхование имущества и жилья. И имущество, и мебель должно быть застраховано. И вы должны это понимать. Это как отчинаж должно быть. Только страховые компании могут выплатить ущерб, например, от пожара. Но сейчас, когда отсутствует обязательное страхование, редко кто заключает договор. Глава города порекомендовал всем сочинцам быть более ответственными не только по отношению к своим районам, но и в первую очередь к собственному жилью. Елена Авсецина, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ. Общественники Сочи помогли полицейским задержать сбытчиков наркотиков. Отличились представители реабилитационного центра «Южный берег». Молодые люди, которые в прошлом сами были наркоманами, сообщили оперативникам о группе наркоторговцев и приняли участие в спецоперации по их задержанию. В одном из дворов общественники заметили двоих подозрительных молодых людей, которые прятали пакетики в кустах и под бордюрами. Ребята сразу же связались с участковым и одновременно отвлекли наркодилеров разговором. Увидев подъезжающий патруль, нарушители попытались скрыться, однако общественники задержали их и передали полицейским. Каждый гражданин имеет право, увидев, что совершается преступление на улице, пресечь его. Более того, не то что право, но так-то обязанно это сделать. Это его гражданский долг. В кабинете следователя в присутствии понятых у закладчиков были изъяты несколько полиэтиленовых свертков. Смывы с пальцев показали, что подозреваемые держали в руках наркотик. Задержанные жители Калининградской области полностью признали свою вину и рассказали, что приехали в Сочи несколько месяцев назад с целью распространения дурмана. Успели продать полтысячи доз. В ходе обыска на их съемной квартире обнаружено все необходимое для фасовки и распространения наркотических средств. Это весы, полимерные пакетики и прочие вещи, которые позволяют совершать так называемые закладки. Согласно заключению экспертов, это N-метилоэфедрон. Также установлены более 50 мест тайного хранения закладок. Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ В Чите Пахомовых, мэру Сочи и его супруге присвоено звание «Имя Кубани». Это краевая поисково-просветительская экспедиция. Проводили ее в рамках празднования 80-летия Краснодарского края. Сегодня в зимнем театре представили каждого из участников проекта. Почетное звание «Имя Кубани» присвоено 39 жителям курорта, которых выбрал городской экспертный совет. Представлено было 98 кандидатур. В список имя города Сочи вошли герои прошлых лет, а также выдающиеся личности нашего времени по пяти направлениям. Боевое имя, трудовое имя, благотворительное имя, молодое имя и духовное имя. Глава Сочи был выбран в номинации «Трудовое имя». Работать он начал с юности. Сегодня же носит звание доктора технических наук и героя труда Кубани. Анатолий Пахомов отметил, он очень рад тому, что достойных людей в Сочи так много и курорт не должен их забывать. И уже в недалеком будущем через всех сочинских номинантов вошедших в институцию имя города мы будем называть улицы и скверы, спортивные турниры и творческие конкурсы, социальные учреждения и медицинские центры, ставить памятники и сочинять о них стихи. Всего в числе кандидатов на звание имя Кубани оказалось 39 сочинцев. Мы гордимся этими людьми и должны сделать так, чтобы о них узнали все наши горожане и наше подрастающее поколение. Елена Пахомова выбрана в номинации «Благотворительное имя». Возглавляемая ее общественная организация Лига женщин «Мосдобра» объединила неравнодушных сочинцев и 7 лет оказывает всестороннюю поддержку талантливым детям, многодетным семьям и вообще людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подробнее из истории каждого из участников проекта можно было ознакомиться на интерактивной выставке в холле Зимнего театра. Сочинцы могут предложить свой вариант талисмана Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Творческий конкурс по его созданию продлен до 31 марта. Принять участие в нем может каждый желающий заявки. Необходимо направлять на указанный электронный адрес. Имена финалистов назовут 14 апреля. Победитель конкурса сможет стать участником форума. В прошлый раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1985 году. Тогда его талисманом стала девочка Катюша. В этом году Международный подготовительный комитет уже утвердил эмблему и девиз фестиваля. Принял проект дискуссионной программы и определил основные темы. Выставка молодых художников открылась в художественном музее. Участники сочинской арт-группы «Станция» представили новые работы на своей седьмой выставке «Мечты поэта». В экспозицию вошли живописные и графические произведения, витражи, инсталляции. Всего более 50 произведений, 19 художников. По замыслу автора в эти работы отражают тесную взаимосвязь поэзии и изобразительного искусства. Арт-группа «Станция» была основана в 2012 году. Основной ее состав это выпускники Сочинского училища искусств, Сочинского института моды, бизнеса и права, Госуниверситета туризма и курортного дела. Позже к группе присоединились молодые профессиональные художники из других городов России, живущие в Сочи. Выставка будет открыта до 9 апреля. Сочи принимает международный футбольный турнир «Кубанская весна». Групповые этапы среди женских молодежных команд пройдут с 18 по 22 марта, а финал состоится 26 числа. За 13 лет существования турнира «Кубанская весна» вышла из клубного в состязании международного уровня. Побороться за главный трофей приезжают сборные с разных континентов. В этом году сыграют молодежные сборные девушек из Ирана, Румынии, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Словении и России. Национальная сборная представлена двумя командами. Основной и от Краснодарского края. Костяк двух сборных представляют воспитанницы футбольного клуба «Кубаночка». Первые матчи группового этапа пройдут уже завтра на полях «Спутник спорта». Итоги полуфинала подведут 24 марта. А вот на следующий день состоится финальный матч. Лидирующие команды встретятся на центральном стадионе города. Я очень рада, что гостеприимный город Сочи и гостеприимная база «Спутник» нас ежегодно принимают. В этом прекрасном месте на берегу Черного моря в этом году немножко отличается от прошлых годов. Финальный матч турнира мы планируем проводить на стадионе «Югспорт». То есть планируем, что будет достаточно большое количество болельщиков. И это событие также станет отдельным событием в рамках этого турнира. Напомню, в прошлом и позапрошлом годах победу в финальных матчах одержали футболистки российской молодежки. Они взяли верх над сборными Украины и Словакии.